привет друзья сегодня решила заснять для вас огород сегодня 7 июня решила заснять вот этого шалфея шикарный куст там впереди два густая пиона просто для сравнения куст шалфея он просто очень огромный окно пошлите конечно в этом году практически нечего снимать тесто с той стороны зайду покажу вам это наша клубничка вот посмотрите какая красота так в этом году мы замульчировали клубнику соломкой нам очень понравилось ягодки не такие грязные вот это чесночок у нас такой после очередного дождя кончики пожелтели вот это лук порез сам населся в общем а тут у нас бахча но она только зашла вот это кабачки вот этот следующий ряд дыня потому что проложил капельный полив и развод очку так сейчас с этой так стоит стороны потом еще капусту посадим но мы капусту в этом году будем садить только цветную брокколи немного вот это у нас такой лучок очень подрос саша его несколько раз удобрял вот это горох два сорта вот эти кустики сорт такой интересный кустики очень низкие но посмотрите сколько гороха а вот там дальше кусты гороха высокие но там только начал он появляться получается два разных сорта вот у меня пузыри плотники цветут сейчас красиво я потом вам с другой стороны покажу морковочка в этом году шикарная мы уже ее два раза прорывали возможно потребуется и третий раз но сейчас я вам ближе покажу вот это сорт очень хороший второй год сажаю называется катрин я вам фото пачки постараюсь сбросить вот это другой сорт если найду пачку в общем два ряда одного два ряда другого сорта вот здесь у меня посмотрите какая шикарная кинза я ее просто обожаю здесь у меня мангольд такой дальше у меня пошла петрушка и вот длинный ряд салата здесь клубничка посмотрите как цветут пузыри плотники так с они просто огромные я в этом году пропустила их обрезать зато посмотрите какая красота господи так и хотела вам еще показать у меня первый год в этом году будет вот второй сорт горох а посмотрите какой он высокий тут а низенький шоу вот это высокий и он вот только-только завязывает а там уже аврорка опасется так это у нас соседский огород посмотрите какая красота сейчас я вам ближе покажу это посмотрите какие ягодки но она у меня первый год у меня ее немного так ну пошлите покажем так рис и я вам не успела заснять они уже цветают так могу конечно несколько сейчас вот такой красавец вообще я не собиралась но не такие я мимо них не могу пройти вот они вот такие красавцы вот посмотрите какие яркие ну это они уже отцвели я вам конечно могу повставлять но я сейчас так кому интересно я их фотографировала мне страничка в одноклассниках там они расписаны все по сортам этот год конечно еще не успела такой смотреть еще интересный вот такая красота так ну просто они уже отцвели такие единичные остались все дальше не буду хотела вам показать помидорки нашу шпалерку вот это низкорослых немножко мы их уже замультировали они уже тронулись в рост посмотрите какие они хорошенькие уже вот это наша шпалера высокорослые томатики так сейчас наверно отойду сейчас покажу вот чтобы вы видели общую площадь наши шпалеры длину длина я не знаю сколько тут метров у нас в этом году конечно были возвратные заморозки у нас как всегда горе помидоры мы их сначала подвязали потом пришлось вот эти подвязные веревочки вытягивать чтобы их укрыть почему нас тут и виноград померз помидоры слава богу укрыли картофель тоже укрывали но у нас как сказать четыре ряда картофеля но он смотрите какой уже цветет кукуруза у нас наверно как раз сходила под заморозки фасоль тоже буряк в принципе нормально взошел мы его много не сажаем фасоль я в этом году только спаржевую посадила она такая слабенькая кукуруза тоже в этом году слабенькая я думаю удобрим так ну неплохие в этом году пока помидоры как знаем на помидоры очень влияют погодные условия вот такие вот кустики это первые идут черрики мои любимые мы будем ввести в два ствола у меня на канале есть видео как мы их посылку им так а вот это перец ну перец конечно ночи были холодные на него мы его тоже замульчировали тут даже видите черное полотно старенькое положили с того года между рядом потому что тут поле у нас с полиба как всегда непонятно какие мы решили в этот год по максимуму замульчировать все так мужа вот этот винный виноград посмотрите еще не начал цвести ну вот уже вот такие соцветия тоже шпалерка такая виноград я вам показать по краю огорода здесь у меня растет мы посадили дерево боярышника но она в этом году не цвело это третье дерево крупноплодного боярышника у нас в этом году один боярышник будет уже плодоносить здесь у нас два куста черноплодной рябины спасибо виктория за них мы уже второй год собираем урожай но в этом году цвел шикарно на завязи наверное тоже попал под мороз так и хотела вам показать чудо-юдо наше дерево вот это куст гуми не знаю как она считается ягода он у нас в этом цвел такими малюсенькими кремовыми цветочками но очень было интересно посмотреть на его ягоды но почему-то он не завязал то ли опять же попал под мороз то ли не опылился то ли он первый год у нас такой шикарный вообще он такой хил у нас был так это у меня ряд острого перца такой огурцы мы уже второй раз пересадили они у нас бедные не сходят все никак в общем сейчас все немного цветочка в одной стороне не могу я никак такой запах стоит мимо пиончика своих пройти так сейчас я покажу вам вот это деревца боярышника боярышник у нас посмотрите уже какой вот это ягоды боярышника он очень полезный он у нас первый год ай у него такие огромные колючки завязь есть теперь он неплохая вот но колючки у него вообще жуткие так что я вам тут хотела показать тут у меня много всего сеется само по себе тут и глиопсис вот такие кусты вот такие они везде вот эта желтая ромашка и вот такой куст мы с поля принесли желтый василек но он только на мутонах вы не представляете он просто мне по плечи какой он большой так ну и все а тут у нас такой куст жимолости он у нас тут не один вон еще кусты я ну покажу вам ну почему-то он у нас в этом году мелкий сейчас покажу ягодки вот ну в общем aurora хватает тут у нас низенькие риса были опять пузыри плотники все я надеюсь вам обзор по моему огороду понравился наверное мне тут уже больше цветов чем огородных так ну посмотрите вот с этого края вообще хорошая картинка надеюсь вам понравилось всем пока друзья до скорой встречи